Известный вор в законе Маис Карапетян, Маис Кироваканский, которого застрелили 27 июля 2001 года, по данным источника, мог быть убит по приказу одного из авторитетов, на которого собирал компромат. Так, незадолго до своего убийства, Маис организовал поиски человека, который сдал милиционерам сходку, организованную Кироваканским. И в итоге вышел на конкретную личность, о чем и собирался известить своих товарищей. Однако, так как перед воровским сообществом он не скрывал, что ведет поиски предателя, то об этом знали многие. А Маису необходимо было это, так как законники упрекали его в том, что он мог сам иметь интерес в сдаче воров правоохранителям. Поэтому для Кироваканского было делом честью найти недоброжелателя и представить его воровской общественности. О том, что в скором времени Кироваканский озвучит имя, знало его ближайшее окружение. И, как предполагает источник, эти сведения ушли в третьи руки, которые и были заинтересованы в неразглашении этой информации. Как бы то ни было, но бригада киллеров была подобрана заказчикам заранее, и они следовали за вором по пятам в ожидании приказа. Днем 26 июля 2001 года был отдан приказ на ликвидацию. На следующий день киллеры были готовы и весь день следовали за вором в законе. Уже поздно вечером Маис в сопровождении телохранителя проследовал к одному из ресторанов. Убийцы решили действовать под покровом ночи и дожидались, когда жертва выйдет на улицу. Вор в законе вышел из заведения, когда уже было темно, и направился к своему автомобилю марки BMW. В этот момент к нему и подбежал один из киллеров, практически в упор открыв огонь из пистолета ТТ. Маис Карапетян получил смертельное ранение и рухнул на асфальт. Киллер склонился над ним, чтобы добить, но в этот момент охранник Карапетяна бросился в машину за оружием. Но когда он вернулся, преступник успел добить жертву контрольным выстрелом и скрыться. Некоторые свидетели говорили потом, что видели, как из соседнего двора отъехала какая-то иномарка. Но было это простым совпадением, или на ней уехал киллер, так и не было установлено. Между тем, источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что исполнители преступления были также ликвидированы в тот же вечер. Однако их трупы так и не были обнаружены.